Все ясно. Просто все забыли, как сумасшедшая Ирина Фарион заявила, ей стыдно за то, что она в детстве поздравляла с 8 марта свою маму. Это действительно ее заявление, поэтому, ну что, если мы имеем парламент, состоящий в значительной степени справа, это просто какие-то бунтики, слева это психически ненормальные. Но, с другой стороны, это отражает реальность нашей жизни сегодняшней. Жизнь в Украине такая, что вот туда выплывает в основном пена. Я когда-то, ну кто смотрел программу, тот помнит, я когда-то говорил, ну, наверное, там человек 20-30, может быть, 40, наберется приличных. Все остальное, это, конечно, отребье. Когда сегодня говорят, что прошла какая-то революция у них очередная, то непонятно, каким образом тогда все они там остались до единого. Никакой революции, конечно, не было. Была попытка частичного дворцового переворота, им она временно удалась, ну и сейчас они пытаются закручивать гайки. Страшно это или не страшно? С одной стороны, да, конечно, неприятно, когда и преследуют, и вызывают на допросы, и кого-то арестовывают, все это так. С другой стороны, мы должны понимать, у них у всех дрожат поджилки, они прекрасно понимают, время их ушло. Судьбу Украины сегодня уже практически Киев не решает. Мы с вами сегодня знаем, и вчера, и сегодня, в частности, и сегодня воскресный день, и завтра постоянно идут переговоры между тяжеловесами, между Россией и Соединенными Штатами. Понятно, что Соединенные Штаты представляют еще и в какой-то степени европейскую точку зрения. Украину на эти переговоры никто не приглашает. А кого приглашать? Кролика? Ну, кого там приглашать? Человека, который не может найти время, чтобы побриться, но зато назначил сам себя и его президенты. Что-то там подписывает. Дописались. 800 миллиардов долга, поэтому для того, чтобы выйти из этого скрутного становища, надо взять еще долг. Но обратите же внимание, наша задача это какая, когда мы смотрим, слушаем даже их. А это тоже надо. Противно, конечно, но надо смотреть, слушать. Хоть бы один из них сказал, что на вот кредиты, которые они собираются брать, они где-то восстановят какое-то производство. Они начнут выпуск какой-то продукции. Они что-нибудь сделают в развитии. Ничего этого нет. Они пытаются что-то там вложить в армию, в которую хоть вкладывай, хоть уже не вкладывай. Это уже бесполезно. Ну, есть, конечно. Есть. Кушать там нечего. А так армия есть, конечно. Сегодня на Кончаренковском сайте, пару-тройку часов тому назад опубликовали. Привезли сюда людей из Крыма, вот тех ребят, которые не захотели там остаться. Это их личное дело, это их право. И вот привезли их в Одессу. В частности, разместили на куяльнике. И там написано, поселили в помещениях без каких-либо условий для жизни. Что же вы там орете, что они такие верные, такие преданные стране, и относитесь к ним так же по-собачьей, как и всему остальному народу. Ну, а с разговорами у нас все в порядке. Я сейчас не знаю, повеселю вас или нет. Ну, вот ребята носили в прошлый раз губернатору очки, дескать, чтобы он там увидел, какое количество людей. Да не надо ему очки, там совесть надо ему дарить. Все он видит, все он знает. Но один из деятелей договорился до того, что Путин, видимо, лично, платит по 300 долларов за вот такие вот участия в таком митинге. Я хочу, чтобы меня услыхали не только вот люди, которые принимают непосредственно участие в митинге, но и работники милиции. Да вы понимаете, если было бы по 300 долларов, то здесь стояло бы все два управления. И городское, и областное. Вся администрация областная стояла бы здесь во главе с губернатором. Потому что самому стоит меньше. И пришел бы сюда за деньгами. Сегодня нам говорят, 25 мая состоятся выборы. Состоятся выборы или не состоятся выборы, этого нам знать не дано. Мир стремительно меняется. По состоянию на сегодняшний день, вот на сейчас, 17 человек подали заявки с тем, что они, ну не то чтобы хотят, а просто хочут. И каждый из них с рецептом. Как сделать хорошо. У нас такое количество умных, что непонятно, почему мы вот в таком, извините за выражением, месте. Я не имею в виду Куликовое поле. Спрашивают люди, подходят, здороваются, спрашивают, считают, что я там что-то больше имею возможности читать, и посмотреть, и проанализировать. За кого голосовать? Отвечаю на заданный вопрос. Проблема Украины заключается в том, что здесь никак, никогда не появится человек, который бы смог быть одинаково хорошим и для Запада, и для Юга страны, я имею в виду, и для Востока, и для Центра. Украина слишком разная. Нам надо, в принципе, выбирать штук пять президентов. Мы говорим, что это называется федерализация. Придурки, в том числе руководство СГУ, называют, ну придурки, придурки, человек должен выбрасывать хорошее слово. Они говорят, что это сепаратизм. Они говорят, российский флаг, это сепаратизм. Бился в пене вот этот маленький Гончаренко. Как это можно? На площади вывешивают флаги страны, которая что-то оккупировалась, с которой у нас война? Да у нас нет никакой войны, объяснял я этому дураку. Я ему задавал вопрос, как может быть война, если в Одессе пять рейсов каждый день, Москва, Одесса приземляется. Вот вокзал, сто метров отсюда, поезда, хоть с Санкт-Петербурга, с Ленинграда, хоть с Москвы, со всей России. Какая война? Никто даже не заикается об этом. Потому что они прекрасно понимают, знают же, гады внутри себя, Крым ушел. Не потому, что на него кто-то напал, а потому, что людей достало. И когда люди посмотрели на то, как тех же Беркутов ставили на колени, унижали, когда люди посмотрели, как эти так называемые депутаты Верховной Рады избивали директора телеканала, ты москалюга, ты на Москву працуешь. Да любой нормальный человек скажет, пошла она к чертовой матери. Такая Украина. Это не наша, это Украина не наша, это их. Мы не против, мы тысячу раз об этом сказали, мы не против жить у семисти, но мы против того, чтобы быть фактически в режиме оккупации бандеровской. А сегодня это именно так и выглядит. Поэтому как относиться к выборам, кого там выбирать, кого не выбирать, каждый решит сам. Я не буду никого призывать ходить на выборы, не ходить. Не ходить это тоже как бы не выход. Но еще раз говорю, впереди два месяца. Что касается одесских, намеченных тоже на 25 число выборов. Я тоже поддерживаю тех, кто приглашает, кто просит прийти 4 числа к зданию городского совета. Дело в том, что задуман обыкновенный переворот. У нас по графику сессия должна быть 15 апреля. Нет, давайте немедленно, прямо вот сейчас. Давайте вот отменим решение по аэропорту, давайте отменим решение по пассажу, давайте еще что-то отменим. Я говорю, да давайте 20 раз. Мы и так голосовали, чтобы это не продать и не отдать. А потом смотрю, а кто же это требует отменить? Те самые, которые отдавали. Потому что они объединились в Шарашкину группу любителей Эдуарда Иосифовича. Я когда-то сказал, что Эдуард Иосифович, лучше тебе. Ну, уехать. В конце концов, хороший дом, красавица-жена в Хайфе. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость? Не надо нас спасать. Я прекрасно помню, две катенции Гурвиса заканчивались колоссальными долгами. Когда из долгов нужно было в Иосифович вылезать по несколько лет. Потом кричали, дороги не ремонтируются. А деньги там. А он рассказывал, никаких долгов не было. Ну, он существо брехливое. Поэтому просьба, если кто-то будет иметь такую возможность, четвертого, помочь депутатам, которые выступают против этого, попытки вот этого переворота, сместить сегодня секретаря Горсовета Брэндака, сместить председателя избирательной комиссии, помочь нам не допустить этого переворота. Наверное, это тоже будет проявлением того, что громада есть громада. мы, конечно.